Здравствуйте дорогие друзья! Хочу вам рассказать о своей небольшой коллекции футболок различных футбольных клубов. Началось все это с моей первой покупки такой футболки. Это был Локомотив Москва. Футболка жива до сих пор, есть у меня в коллекции. Потом мой лучший друг из Италии мне привез футболку Милана. На спине была надпись Абиати. В дальнейшем уже мои родственники из различных стран мира стали мне привозить эти футболки в виде сувениров и подарков. Поэтому вот первая футболка это просто футболка Пумы. Мне очень нравится этот производитель. Вот такая вот футболка ярко-красного цвета. Также у них обувь очень удобная. Следующая футболка это футболка сборной Испании. Так как стали чемпионами мира, вот как раз ее из Испании и привезли. Тоже очень красивая яркая футболка. Вот так она выглядит. Необычная. В каком-то из своих видео обзоров я ее уже одевал, поэтому можете посмотреть как она на теле выглядит собственно. Следующая футболка это футбольный клуб Севилья. Футболка темного цвета. Есть все нашивки, то есть означает, что это футбольный клуб играет в высшем дивизионе Испании. Также на воротнике написано Севилья. Очень интересная, темного цвета. Достаточно хорошо смотрится. Также тут есть и знак того, что эта футболка официальная. Следующая футболка это Реал Мадрид. Эмблема клуба. Также герб какой-то здесь. Спонсоры. Тоже есть знак отличия, что эта футболка принадлежит к высшему испанскому дивизиону. И клуб там играет, собственно. И на сзади, на спине надпись Реал Мадрид. Футболки в основном чистые, то есть без использования имен каких-либо игроков. И также значок, что футболка официальная. Тем самым они мне нравятся. Так, теперь вот она моя самая первая футболка. Было это дело очень давно. Наверное, лет 6 назад она была куплена. Может быть, даже и позже. Футбольный клуб «Локомотив». Мой самый любимый российский клуб. Футболка обычная, то есть она не настоящая. Хотя тут есть и знак спонсора, и город. Но сомневаюсь я. Если вы видите, вот какие тут ужасные швы. Поэтому вряд ли она настоящая. На футболке сзади у нас Ласьков. Следующая футболка сборной Португалии. Очень хотел футболку с фигу. Такой не было, поэтому Хриштиану Роналду. Номер 17. Вот эта вышивка сзади. Вот вышивка. Ну и чтобы... Да, Роналду. Все правильно. Номер 17. Так, следующая футболка. Это у нас Манчестер Юнайтед. Также футболка чистая, без имени игрока на спине. Водофон. Без ворота она. Ну, такая достаточно простенькая, но выглядит также очень красиво. Вот такие уголки внизу. Следующая футболка. Это футбольный клуб Португ. Из Португалии, само собой. Также выглядит очень интересно. Есть у нее уже ворот, достаточно большой. Вот внутри Порту. Также есть знак того, что футболка официальная. Тут даже какая-то нашивка. Nike, Nike Fit. Следующая футболка. Наверное, последняя. Да, последняя. Тоже футбольный клуб Севилья. Предыдущая была темная. Это такого ярко-белого-красного цвета. Необычная расцветка. Уже у этой футболки, если вам видно, есть ворот. Хорошего качества. Хороший, приятный материал. В отличие от того, что есть у нас на рынке. Также знак высшего испанского дивизиона на плече. Тоже футболка чистая, без имени игрока. Для тех, кто интересуется футболом, я думаю, было интересно посмотреть на эти футболки. Поэтому играйте в футбол. Я также люблю играть в футбол. Не только на компьютерах, но и вживую, с реальными людьми. Жаль, что, конечно, некоторые футболки, которые у меня были до этих, не сохранились. Вот все, что есть, я вам показал. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите мои обзоры. Желаю вам удачи. До свидания.